Векторный анализатор цепей ARINST VNA PR1. Двухпортовый измерительный прибор, с помощью которого можно исследовать характеристики высокочастотных устройств, таких как антенны, аттенюаторы, предусилители, фильтры, комбайнеры, делители сигнала, схемы сложения мощностей, ну и просто даже кабели. Работает в диапазоне частот от 1 МГц до 6200 МГц, то есть перекрывает весь коротковолновый диапазон, УКВ диапазон и СВЧ диапазон до 6 ГГц. Можно сказать, что для большинства радиолюбительских задач по регулировке, настройке, исследованию различных высокочастотных устройств он подходит, так как перекрывает такой широкий диапазон частот. Буквы VNA или VNA в названии прибора собственно и означают Vector Network Analyzer, то есть векторный анализатор цепей. А название всей линейки всей серии приборов ARINST это сокращение от слов Amateur Radio Instruments. Так как прибор это двухпортовый, то может измерять он следующие параметры подключенных устройств. Коэффициент отражения соответственно амплитуду и фазу отраженного сигнала по первому порту и коэффициент передачи с первого порта на второй соответственно тоже амплитуду и фазу сигналов во всем рабочем диапазоне частот. И на основании этих измеренных параметров он может отображать следующие графики. Естественно это диаграмма Смита, график зависимости модуля коэффициента отражения по первому порту от частоты в линейных единицах и в логарифмических. График зависимости фазы отраженного сигнала по первому порту. График модуля коэффициента передачи с первого порта на второй, то есть можно использовать прибор как измеритель АЧХ. График зависимости фазы сигнала проходящего с первого порта на второй порт. Естественно график зависимости ксв от частоты, то есть можно использовать как обычный ксв метр с графической индикацией. И может измерять расстояние до повреждения в кабеле. Работать прибор может в любой полосе частот, включая весь рабочий диапазон от 1 МГц до 6200 он может отображать на экране. Количество точек сканирования 1000, но выбирается в меню от 100 до 1000 с дискретностью 100. Скорость сканирования 1000 точек в секунду. Полоса пропускания тракта ПЧ этого прибора переключаемая от 250 Гц до 10 кГц. Ширина этой полосы влияет на точность измерения, но и на скорость измерения она тоже влияет. Чем уже полоса пропускания, тем лучше соотношение сигнал-шум входной части этого прибора соответственно, точность измерения выше, но скорость измерения становится при этом меньше. Как видите прибор этот малогабаритный, может работать совершенно автономно, имеет встроенный источник питания, аккумулятор с емкостью 5 ампер часов. Все параметры настройки прибора сохраняются в памяти прибора также есть 32 ячейки для сохранения пользовательских пресетов. И еще есть 32 ячейки для сохранения результатов измерения, трейсов, для того чтобы сравнить измерения, которые были получены ранее с нашими текущими показаниями. Если сравнить этот прибор со всеми остальными предыдущими моделями приборов из серии ARINST, то этот прибор имеет более крупный жидкристаллический дисплей. Он занимает почти всю поверхность лицевой панели. На лицевой панели больше нет никаких кнопок. Размер этого дисплея теперь 4 дюйма, разрешение 800 на 480 пикселов. Дисплей имеет большую яркость и вообще читается гораздо легче. Аппаратная кнопка у прибора теперь одна единственная. Она находится на боковой стенке. Эта кнопка при долгом нажатии выполняет функцию включения и выключения питания прибора. А еще эта кнопка вызывает меню, то есть кнопка можно сказать у нас многофункциональная. Рядом с ней есть зеленый светодиод, который светится во время работы прибора и иногда подмигивает. Он означает, что прибор у нас включен. Также на этой же боковой стенке есть у нас разъем mini USB для подключения к компьютеру, для зарядки, для обновления прошивки и для управления прибором с компьютера с помощью специальной программы. На данный момент программа это пока не готова к выпуску, но в ближайшее время она будет опубликована. Высокочастотные разъемы на приборе это конечно же СМА, но разъемы эти СМА не самые малогабаритные, как на всех остальных приборах из серии Оринст и на многих других недорогих измерительных приборах. А разъемы эти более крупные, более прочные, крепятся они не только пайкой, но и с помощью гайки прижимаются к корпусу. Тип разъемов СМА папа, но в комплекте с прибором сразу же есть переходники, которые установлены в эти разъемы. И с этими переходниками прибор получается имеет разъемы СМА мама, что очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот несколько примеров работы анализатора с реальными высокочастотными нагрузками, фильтрами, антенной. Конечно же у этого прибора, как и у большинства векторных анализаторов, есть возможность выноса точки измерения с его разъемов на конец подключенных к нему кабелей. Это делается для того, чтобы исследовать какие-то высокочастотные устройства без учета параметров и характеристик кабелей, которыми подключены эти устройства к прибору. Эта возможность называется калибровкой. Для того, чтобы ее выполнить, к концу ваших измерительных кабелей нужно подключить калибровочные нагрузки, которые в комплект с прибором не входят. Прибор может одновременно отображать несколько графиков. Например, график модуль коэффициент передачи с первого порта на второй и график КСВ по первому порту очень удобно при настройке каких-то фильтров. Вообще какие графики прибор отображает, естественно, мы сами можем выбирать. Одновременно он может отображать максимум 4 графика, но можно эту функцию выключить и смотреть один график или два. Есть в приборе и маркеры. Их можно устанавливать на нужные вам частоты и наблюдать точные значения параметров. По схеме прибор представляет из себя управляемый высокочастотный генератор с направленным ответвителем на выходе, а также еще один высокочастотный генератор, работающий в качестве гетеродина. Сигнал с выходов направленного ответвителя и со второго порта, который работает только в качестве входа, подается на три независимых смесителя. С выходов смесителя сигнал промежуточной частоты фильтруется, усиливается и поступает на аналогоцифровые преобразователи и дальше обрабатывается в микроконтроллере. Почти вся схема прибора собрана на одной печатной плате. На этой плате на стойках установлена еще плата дисплея и между платами закреплена аккумуляторная батарея емкостью 5 Ач. Продается прибор в небольшой картонной коробке, в которой кроме самого анализатора есть еще USB кабель и документ под названием паспорт изделия, в котором перечислены основные характеристики и возможности прибора. Подробную инструкцию к этому прибору можно скачать по ссылке в описании к этому видео. Там же есть и ссылка на страницу, где можно приобрести такой прибор. Для любителей дешевых китайских вещей, которые может быть скажут, да я лучше куплю Nano VNA за 2000 рублей, я скажу, что бедность не порог, порог глупость. Например, если человек ограничен в средствах при покупке автомобиля, не может себе позволить Toyota или Mercedes и покупает себе какой-нибудь китайский Chery, Chery, не знаю как это правильно называется, или Lada Kalina, он прекрасно понимает, что если были бы деньги, он купил себе нормальный автомобиль, а такой приходится покупать, потому что нет денег. Точно также и с прибором, если радиолюбитель покупает себе Nano VNA за 2000 рублей, потому что у него на более дорогой, нет, средства это нормально, человек развивается, хочет себе купить прибор, что-то конструировать, изучать, это прекрасно, но если при этом он выдает покупку дешевого прибора вместо более нормального за какое-то гениальное свое достижение, изобретение, что да я лучше куплю, потому что я умнее и хитрее, это уже глупость. Векторный анализатор можно использовать и в любительских целях, и в профессиональных можно им пользоваться в лабораторных условиях, грубо говоря, на столе, подключив к нему какие-то исследуемые цепи, можно использовать как антенный анализатор, находясь на крыше или в полевых условиях при настройке и проверке каких-то антенн. Единственное, что конкретно вот этот прибор не предназначен для работы под дождем, под мокрым снегом, он не имеет пыли и влагозащищенности, конечно его использовать надо в сухих условиях. Вообще мне этот прибор очень понравился, у него индикация сделана лучше, чем у предыдущих моделей из этой же серии, более наглядное, более яркий контрастный дисплей больших размеров, и сам пользовательский интерфейс сделан удобнее. И удобно то, что прибор двухпортовый, его можно использовать и как антенный анализатор, и как прибор для измерения амплитудно-частотных характеристик можно настраивать, измерять какие-то фильтры, какие-то четырехпольсники, предусилители и так далее и тому подобное. То есть прибор очень многофункциональный, можно очень много чего с его помощью делать в радиолюбительской и в профессиональной практике. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте разные приборы. Без приборов мы как без глаз практически ничего не видно. Конструируйте, занимайтесь радиотехническим творчеством, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин, всем пока!